В рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы в Славянском районе проходят различные мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей страны. В них активно принимают участие школьники. Так, учащиеся 43-й школы в преддверии годовщины вывода войск из Афганистана встретились с членами организации Союза ветеранов Афганистана и участников локальных войн. 15 февраля в России отмечается памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Именно в этот день, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. В преддверии этой даты учащиеся 10-х классов 43-й школы встретились с воинами-интернационалистами. Каждый год традиционно мы проводим линейку памяти, чтобы все участники нашей школы, школьной жизни помнили, чтили. Мы всё-таки будущее России, мы должны оберегать от таких войн и вести достойный образ жизни, чтобы такого, к примеру, не получилось. В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, принято вспоминать не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие более чем в 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. На встречу со школьниками пришёл участник боевых действий в Чеченской республике Алексей Курбанов. Он рассказал о службе, о подвигах своих друзей, стараясь донести до каждого подростка, насколько важно быть готовым к защите Родины. После службы в горячих точках тоже хотелось продолжать патриотическое воспитание детей, объяснять ему, что служить это надо. Алексей Курбанов рассказал ребятам о том, в каких условиях приходилось сражаться, о мужестве и героизме наших солдат, многие из которых были совсем мальчишками, ведь после призыва в армию они сразу попадали на войну. Пообщавшись с гостями, ребята поделились своими впечатлениями. Нам нужно знать, что происходило, что было, как это было, потому что по учебникам мы-то прочитаем, а вот со слов очевидцев, тех, кто пережил эти события, это гораздо важнее узнать. Довольно важная встреча. Мы смогли хоть немного пережить те чувства, которые пережили ветераны войны. В Афганистане, Великой Отечественной и в Чечне. Я считаю, что их наказ, их напутствие очень поможет мне в службе в армии, в службе вооруженных сил. Пробудить интерес у учащихся к судьбам людей, вынесших на своих плечах тяжесть военных лет – одна из задач патриотического воспитания в школе. А такие встречи формируют у ребят представление о мужестве, долге, чести, ответственности и нравственности и воспитывают гордость за подвиги наших соотечественников. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok